Первый в Хакасии чемпионат Junior Skills собрал сильнейших юных конструкторов роботов из республики. В течение четырех дней ребятам предстояло продемонстрировать экспертам свое мастерство в сборке, программировании моделей, от которого зависит, насколько точно техника сможет выполнять предложенные задания. А это уже послужит путевкой на чемпионат российского уровня. Прощает баночка. Причем, причем рядом друг с другом. На каждой площадке царил особый ток, но без сомнения. Наши школьники проходили профессиональные пробы. И прямо я думаю, что это самый эффективный на данном пока этапе способ ориентации. Отслеживали правильность выполнения каждого задания и одновременно выявляли самых талантливых подростков, которые в будущем могут стать достойными работниками производств, эксперты. В их числе представители крупных российских предприятий. Участники, показавшие лучшее профессиональное мастерство, будут награждены от спонсоров чемпионата ведущей российской группы компаний N+, которая ведет активную поддержку развития программы Junior Skills в нашем регионе. Первая баканская школа единственная в Хакасии, кто лично оценил пользу от сотрудничества с N+. Надежно связывает оба звена программа «Школа нового поколения». Она раскрывает таланты подростков в разных сферах деятельности. Робототехника – одна из них. Собранную самостоятельно умную машину четвероклассники Андрей и Матвей представили на чемпионат. Мальчишки подают большие надежды, как будущие инженеры. Надо взять именно нужную цветом банку, отвести его на нужный склад цветом и вернуться на базу. Он сравнивает больше не по цвету, он не видит цвет, он видит цифры. Для нас это первый такой тестовый, скажем так, заезд в этой нелегкой гонке за первенство техники в России. И мы стремимся попасть уже как можно выше. За три дня соревнований у каждой команды было несколько попыток заставить робот двигаться максимально точно. В случае неудач его можно было перепрограммировать. И вот время подсчитывать баллы. В номинации «Мобильная робототехника» бронзу взяли ученики 10-й абаканской школы. Золото поделили аскистцы и воспитанники Центра детского творчества Абакана. Будут ли наши ребята представлять Хакасию на национальном чемпионате, станет известно после подведения итогов всех региональных состязаний. Наталья Громашова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.